В этом уроке я вам покажу очень простой способ улучшения пейзажной фотографии, который не потребует от вас глубоких знаний фотошопа. Доброго времени суток, меня зовут Накрошаев Олег, вы на канале фишки фотошопа и с вами сайт фотошоп сундучок. Итак, давайте приступим. Способ очень простой. Я создаю дубликат слоя Ctrl J и мы с вами применим режим наложения умножения. Смотрим, было вот так, стало вот так. Посмотрите, каким замечательным стало небо, но нижняя часть снимка, конечно, чрезмерно затемнилась. Поэтому мы используем с вами маску яркости цветов. Не пугайтесь этого названия, эта маска добавляется практически автоматическим способом. Я добавляю пустую маску слоя на слой 1, перехожу в изображение, внешний канал, выбираю канал RGB, наложение обычное, непрозрачность 100%, слой объединено. Окей. Давайте посмотрим. Вот так было без маски. Вот так стало с маской. Мы видим, что нижняя часть фотографии осветлилась. Что мне теперь не нравится? Посмотрите. Небо было у нас до загрузки маски вот таким замечательным. После того, как мы с вами добавили маску, оно стало более бледным. Мне хочется небо сделать таким, которым оно у нас было после применения режима наложения умножения. Для этого я, удерживая клавишу Ctrl. Щелкаю по маске слоя. Загружается выделение. Я нажму сочетание клавиш Ctrl-H. Это сочетание скрывает выделение. Не удаляет, а скрывает. Ctrl-H. Выделение я не вижу. Ctrl-H. Теперь вижу. Я скрыл выделение. Выбираю инструмент. Кисть. На переднем плане белый цвет. Непрозрачность нажим 100%. Жесткость 0. Размер кисточки делаю побольше и смело провожу по небу. И мы видим, что у нас небо затемняется. Причем обратите внимание, что по небу необходимо проводить несколько раз. Я провел один раз. Провожу второй раз. Мы видим, что эффект затемнения неба усиливается. Почему так происходит? Ведь у нас настройки кисти стоят на максимум. Непрозрачность нажим 100%. Это происходит из-за того, что у нас у слоя 1 режим наложения умножения. Давайте еще раз пройдемся по небу. Сделаем облака такими более грозовыми. А само небо более таким немножко голубым или синим. Вот так уже будет неплохо. Посмотрим. Было вот так. Стало вот так. Теперь давайте поработаем с передним планом. Мы можем осветлить или затемнить передний план. К примеру, мне хочется сделать воду посветлее. Маска слоя у меня активна. Я переключаюсь на черный цвет. Нажимаю английскую клавишу X. Подбираю размер кисточки и начинаю работать по воде. И мы видим, что у нас вода осветляется. То есть, вот таким образом, меняя цвет переднего плана на черный или белый, мы с вами можем некоторые области осветлить или затемнить и получить просто отличный результат. Давайте оставим вот так. И посмотрим наш окончательный результат. Вот такая картинка была. Вот такую картинку получили. Посмотрите, насколько лучше выглядит наш снимок. А мы всего лишь применили режим наложения, загрузили стандартную маску яркости цветов и чуть-чуть поработали кисточкой. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа.